АПЛОДИСМЕНТЫ Есть, по крайней мере, одно проверенное народное средство, которое работает всегда. Чтобы наш человек бросил пить, его надо хорошенько напугать. Я вам расскажу одну практически фантастическую историю на эту тему. Перед Новым годом, поздно ночью, женщина возвращается домой после корпоративной вечеринки. Мне так нравится это словосочетание, корпоративная вечеринка. То, что раньше называлось простым, понятным словом «пьянка», теперь вот так элегантно, ну, сути не меняет. Типовая 16-этажка на окраине города, на восьмом этаже, одиноко горит чье-то окно. Это кухня местного дворника, где в это время проходит своя корпоративная вечеринка на троих. В частности, идет дискуссия на тему «что называть белой горячкой». Стороны приходят к мнению, цитирую. «Вот если она, уже слышится она, голосанна из темнотына, уже белая горячка». Тем временем женщина спешит к подъезду холодно, у нее зуб на зуб не попадает, на нее икота напала. Она забегает в подъезд, подбегает к лифту, а лифт, он давно отделился от подъезда, он живет своей жизнью. Хочет, работает, когда лифт не работает, в кабине гаснет свет, а женщине на минуточку на шестнадцатый. Поэтому она подходит к этому лифту с надеждой, нажимает, еще, еще. Сегодня не ее день. И сдав крик раненой слонихи, она начинает долгий, мучительный подъем наверх. Светала. Каждую ступеньку она запомнила в лицо. При этом на каждом этаже она останавливается, чтобы плюнуть в лифт. Без полюб. Лифт мысленно посылает ее все выше и выше. На пятнадцатом этаже, не надеясь ни на что, она нажимает на кнопку «Чудо!». Лифт несется к ней с радостным криком «Ну хоть один этаж!». Она заходит в кабину и нажимает на шестнадцатый. Двери закрываются, и лифт едет на первой. На первом двери не открываются, и свет гаснет. Все, он устал. Женщина молча сползает вдоль стенки, благо лифт грузовой. Туго соображает, что ей делать. В это время в коридоре слышны чьи-то неровные шаги. Шаги подходят к лифту, кто-то начинает нервно нажимать на кнопку. Женщина без задней мысли говорит из кабинки «Да не жмите вы, лифт не работает!». Пауза, после которой слышна реплика «От гады! Нет бы лифт заменить, они автоответчик поставили!». Шаги уходят в темноту. Женщина пытается задремать, что еще делать. В это время на площадку восьмого этажа выходит местный дворник, собираясь на работу. Нажимает на кнопку. Чудо! Лифт несется к нему, но свет почему-то не загорается. Но он так захотел. Не догадываясь, какой подарок ему готовят проведение, дворник, чертыхаясь, входит в темную кабину, естественно, не замечает никого и нажимает на первую. Двери закрываются, и лифт уходит в отпуск. Дворник начинает колотить по стенкам с криком «Ну хоть бы одно мурло проснулось!», когда слышат голос из темноты «А я не сплю!». Холодея от ужаса, дворник спрашивает темноту «Кто здесь?». Знаете, такие совпадения случаются, наверное, раз в столетие. Она решила пошутить. Говорит, кто-кто? Белая горячка. Я могу поспорить, вы не угадайте, что спросил дворник в следующее мгновение. Он спросил «Вы ко мне?». Женщина, а что здесь, еще кто-то есть? Дворник, а мы вас только что вспоминали. Женщина, да, мне икалось. А у дворника с собой лопата была. Он начинает размахивать ее в темноте с криком «Уйди, нечистая!». Потому что женщина резонно отвечает «Я бы рада, некуда!». С тех пор прошло два года. Дворник не пьет. Правда, и лифтом не пользуется. Значит, работает. Значит, правильно говорят. Шок. Это по-нашему. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok